Друзья, всем привет! Вы смотрите новый выпуск Дневника Фаната, и в этом ролике мы с вами поговорим про народную команду, клуб, который создали фанаты и которые будут играть в медиафутбольной лиге, про последние новости фанатизма, где были, что делали, куда можно ходить для того, чтобы поддерживать Спартак, если вы не хотите делать фанатизм, а вы не хотите его делать. Ну и вообще узнаем, что последнего произошло в мире спартаковского фанатизма. Не переключайтесь, будет интересно. Миш, во-первых, приветствую тебя! Давно в нашем кадре не было. Рады видеть в добром здравии тебя. Хотел с тобой обсудить нашумевшую, шумящую в последнее время народную команду. Не ту народную команду, про которую, наверное, многие подумают, когда увидят этот ролик, а клуб, который создан фанатами, в котором будут играть в том числе фанаты, и клуб, наверное, который позволит фанатам вернуться на трибуны. Я с вами до конца, поэтому один за всех и все за одного! Чего мы с Андреем Ещенко во время игры успели перекинуться пары слов? Я спрашивал, сколько лет. Пришел, увидел, победил. Он, наверное, где? Хочешь к нам в команду? Я говорю, не надо, пока не тянешь. Хотел, во-первых, узнать, что ты об этом знаешь, что ты знаешь о медиафутболе, в который эта команда погружается. Ну и дальше уже течение нас куда-то приведет, наши вопросы. Что касается народа команды, вообще бы в невкусе происходящего. И когда вернулся, был удивлен, что в Телеграме вдруг неожиданно возник на Телеграм-канал с видео, там различные информации от моего врачишки Ваня Стронга. Я вообще не понял, что там у Вани произошло в жизни, что он начал вести вот этот вот канал какой-то. А потом понял, что там постоянно возникала народная команда, я понял. Прикинул, что к чему, народная команда, тем более Иван у нас любит в футбол играть. И что он, являясь игроком футбольного клуба народная команда, начал немножечко изучать, почитал. Что такое медиафутбол и медиалига, вообще понятия не имел до этого, тоже никогда не интересовался. Это очень круто, я очень рассчитываю, что сейчас будут набираться обороты в плане фанатизма, потому что это такая еще грань, знаешь, с местным футболом, типа суппорт в локал тим. Знаешь, где на футбол люди приходят, там атмосфера такая более домашняя и более душевная. Ну и менее-менее рамочная такая, скажем, да? Типа ты можешь где-то пивка дернуть прямо перед игрой, может быть даже в перерыве, где-то там братишек какие-то встретить. Да, более свобода, да, уютная, ну более напоминаешь такую выездную тему, когда народу мало, все свои, ты всех знаешь, можно угорать на те темы, которые, ну, всем будут понятны, ну, то есть рамки, конечно, раздвигаются. Это очень здорово, поэтому я надеюсь, что мы вместе с народной командой у нас получится создать ту атмосферу, по которой мы все соскучились и которой мы все желаем. Друзья, ну что, мы на тренировке народной команды, с нами идейный вдохновитель, организатор главный, Серега Кучер, дневник фаната. Серега, привет. Здорово, брат. Старая, добрая, рукопожатие на камеру. Не постановочная, не постановочная, да. Вопрос к тебе, что за команда, как давно собралась, кто за нее играет, и главный вопрос, можно ли как-то в нее попасть. Вась, ну, для тебя это не секрет, еще раз. Поэтому я так наигранно накапливался, да, 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 конечно. Раскроем еще раз для наших уважаемых подписчиков эту информацию. Народная команда была собрана, сделана буквально на коленке в том году. В том году были такие даты, какие-то ключевые, да все они были ключевые. Это столетие клуба, во-первых, 50-летие нашего фанатизма, и, к сожалению, тем летом ушел из жизни Георгий Санч Ярцев. И было принято решение назваться в честь также его, как отдать дань памяти, да, потому что это был легендарный человек для Спартака, он собрал тот самый пионер-отряд в 90-х, да, который был чемпионат России. В общем, таким образом появилась народная команда имени? Имени Георгия Санч Ярцева. Соответственно, команда, опять-таки, повторюсь, состоит полностью из красно-белых людей, как изнутри, так и снаружи. Это люди, которые играли в Академии Спартака, кто там не сыграл, да, там, 98-го года ребята. Это активные наши братишки с трибуны, которые... 98-го года, меня опять перебивают уже Саша Максименко, Коля Рассказов, Саня Ломовицкий, правильно? Ну, они пока в премьер-лиге, да, это их одногодки. То есть, ребята, которые с ними закончили в один год Академии. Вот, люди с трибуны наши активные братишки, которые долгое время гоняли за Спартак, переживали, да, сейчас, к сожалению, мы не ходим на футбол, но вот появилась народная команда, они также в этом составе. Бывшие игроки Спартака, это там, Никита Баженов, Саша Прудников, Влад Рыжков, Рома Шишкин. Поэтому народная команда, это такая красно-белая концепция, которая сейчас для себя открывает новую историю, как и для, скорее всего, нашего фанатизма, потому что куда сейчас ходить? Регби, хоккей, какой-то футбол, возможно, да, и вот появилась... Американский футбол. Американский футбол, в том числе, и появилась вот такая история, как медиалига, и куда народная команда попала, так скажем, ну, скорее всего, довольно рандомно. Почему? Объясню, потому что команда создавалась больше для выставочных матчей, для того, чтобы мы ездили по регионам, собирали там стадионы, чтобы наши братва, которые находятся в регионах, и наш легендарный формат красно-белая региона, который мы снимаем, соответственно, мы знаем, что там люди соскучились по футболу. А тут оказалось, что медиалига, то есть была, проделала огромную работу за небольшой срок, и как итогом стало наше участие в третьем сезоне в Винлайн-медиалиге. Ну что, друзья, пока Василий Геннадьевич для вас снимает этот топовый выпуск про народную команду, про фанатизм Спартака в целом, я хочу напомнить вам о том, что есть такая букмирская компания Винлайн, которая является нашими друзьями уже очень долгое время, и теперь они являются друзьями народной команды. Поэтому в загребленном комментарии находится ссылка, переходя по ней, вы можете попасть на прекрасную страницу, где вы можете крутить барабан, получить фрибет в 10 тысяч рублей, а также выбрать любимую команду. Здесь появляется эта плашка, выбираем, естественно, московский Спартак, опережаем наших конкурентов с берегов Невы, и ставим за это лайк этому выпуску, пишем комментарии, говорим спасибо Винлайну, а также Василию, королю дорог. Ну что, друзья, надеюсь, вам выпуск нравится, мы продолжаем. Народная команда уже в воскресенье начинает свой путь, и должно быть это интересно. Макс, российский футбол снова вышел из паузы, зимний на этот раз, снова фан-айди, снова пустые стадионы. Как ты считаешь вообще, как это может повлиять на то, чтобы закон, который всех в последнее время напрягает, был отменен или заморожен, или как-то на матч сборной России только перенесся, вот эти вот, которые мы не увидим очень долгие годы. Ну, не знаю, перенесется он на матчи сборной России или нет. Собственно, к той картине, которую мы сейчас наблюдаем, это мы стремились еще начинать с прошлого года, когда приняли бойкот, чтобы были действительно пустые стадионы по всей стране, на всех соревнованиях, где ведем, где действует фан-айди, так или иначе, частично или в полной мере. Мы к этому шли, только полный бойкот, тут действительно все пустые стадионы, полный бойкот фан-айди может как-то только повлиять на какие-то передвижения. Клубы теряют большие деньги. Действительно, футбол становится никому не нужным, неинтересным. Эмоций как таковых нет ни у футболистов, ни у болельщиков от этого. Все так или иначе, да, там ударяется, вкладывается в копеечку людям, да, а как бы от этого футбол безопаснее не становится. Слушай, в связи с этим, что сейчас делают активные фанаты Спартака, давай вспомним. Фанаты Спартака, да, начиная с как раз-таки бойкота прошлого года, да, по сути, занялись альтернативные площадки видом спорта, где представлен московский Спартак. По сути, начали, да, мы там уделять внимание тем видам спорта, про которые по разным причинам мы когда-то забыли, на которые мы не уделяли, которым мы не уделяли должного внимания, ходить и начали ходить и восполнять пробелы предыдущих лет. Это последний один из наших выпусков, один из последних наших выпусков был про молодежь Дэдли между Спартаком и ЦСКА. Прошло там практически полгода, в принципе, было в межсезонье, событий было немного, как ты знаешь, твой товарищ Сергей вместе с еще рядом товарищей, да, там посетили предсезонный турнир в Абудабе. Красно-белый Абудабе, эй! Красно-белый Абудабе, эй! Московский Спартак! Московский Спартак! Московский Спартак! В Эмиратах, да, как бы, по сути, сделали ту атмосферу, действительно, помогли футболистам снова прочувствовать ту атмосферу, которая была до бойкота на стадионах, да, многие, как мы знаем, да, даже из игроков не видели, в принципе, подобную, да, там, и что это претенавали сторожилы команды. Вот, если говорить про всеобщее фанатское движение, да, там, наверное, из такого самого яркого, наверное, вспомнить, можно выезд в Нижний Новгород, который был зимой, где не действовала, собственно, фан-идея, весь фанатский сектор был занят. Красно-басква! Ты не один! С тобою мы! Мы победим! Относительно недавний период, да, там, последних, там, двух месяцев, ну, наверное, самое яркое, это как раз-таки посещение актива фанатов «Спартака» дубля между «Локомотивом» и «Спартаком», который был в середине апреля, в канун праздновали день рождения «Носковского Спартака», общества и клуба в целом. «Спартак Москва! Спартак Москва! Спартак Москва! Спартак Москва! Спартак Москва! Мы не один!» Хочу к тебе вот как к взрослому фанату обратиться с таким вопросом. «Очень многие переживают. Сейчас фанаты придут на стадион, где очень много детей, фанатов этого медиафутбола. Эти дети побоятся что-то этим фанатам сказать, высказать, показать. Скорее всего, мы будем пробивать им головы стульями. «Все, заканчиваем вылаз». «Да нет, ну это я понимаю, к чему ты клонишь, и я не совсем понимаю, что эти люди очень на футбол никогда не ходили, что ли. Ну, то есть, ну, они думают, что они жили в вакууме в каком-то. Эти дети, ну, я не знаю даже, что я скажу, может их сводить на футбол, на обычный происходит, там, не знаю. Это какой-то цирк опять, они начинаются, притягивание залов, и того, чего нет уже 500 миллиардов лет. Дети сидят на центральных трибунах и хотят прийти к нам за воротку, но их мама не пускает, только потому, что пока они маленькие еще, их нельзя одним, а родители не особо хочут туда идти в этот шум. Дети хотят идти на те трибуны, на те сектора, где какой-то движняк, там, где флаги, где активная поддержка. Что они там могут сказать и кому? На улице тоже надо следить за языком. Везде надо следить за языком и знать, кому что говорить. Это понятное дело. И, ну, трибуны – это не исключение, там такие же люди, те же соседи их. Я не совсем понимаю вот это вот притягивание и делание из мухи слона. Что кому-то, ну… Ну, скажем так, да, фанаты медиафутбольных команд, не бойтесь, приходите. Если противостояние будет в рамках фанатизма, никаких проблем. Мы только за то, чтобы мы друг друга подкалывали, как-то подстёбывали, перформансы. Никто не будет бить каких-то людей, которые, ну… Которые будут болеть за другую команду. Это вообще воссоединяется бессмысленно. Нам, если мы захотим подраться, у нас есть более достойные оппоненты и соперники, которые тоже хотят подраться. Которые из этой же субкультуры. Они этого вот так же желают, как и мы. Зачем нам это? Да, так что, ребята, приходите, не бойтесь. Нам очень советую… Очень советую… Да, очень советую людям вообще переосмыслить немножко своё видение футбольного фанатизма и футбольных фанатов. Ну, сейчас 2023 год. Я вообще, ну… Сейчас куча других проблем у людей. Ещё расскажи, пожалуйста, как в народную команду попасть. Всё-таки название «Народное» предполагает, что ребята из народа могут за неё играть. Слушай, у нас была история в конце этого года. Мы хотели сделать отбор. Мы уже даже записали промо-ролик, да, так скажем, массовая там агитация по всей стране. Видите, в «Спартаках» болеют миллионы. Но был ряд проблем и остаётся в том числе, что мы не смогли эту тему докрутить, добить её, чтобы ребята приехали, попробовали свои силы. Мы сделали отбор и взяли ребят в команду. Поэтому у нас сейчас был такой отбор, грубо говоря, по своим ниточкам мы дергали. После сезона, как он для нас закончится, мы будем проводить отбор уже такой конкретный. И, соответственно, кто хочет попасть, будем делать для вас просмотровые какие-то тренировки. А также, тоже небольшой эксклюзив раскрою, есть, конечно же, прекрасная история сделать вторую команду, якобы дубль, и заявиться в тот же ЛФЛ. Чтобы была некая вертикальная международная команда. Потому что парни, которые пока не тянут, играли там же, ну, также по народной команде. И также привлекались, так скажем, к основному составу. Народная команда – это такое уже забрендированное имя, поэтому будем его развивать. И, возможно, придём к тому, что это будет уже вертикально не народная команда, народная команда 2, а народная команда из «Спартака» 2. То есть, отвечая на вопрос, который задаёт в комментариях, ребята, в народную команду попасть можно. Не сейчас, но со временем будет какой-то отбор, можно будет на него прийти, приехать. Возможно, мы куда-то съездим в регион и посмотрим на людей, которых там нет возможности доехать до Москвы и показать все свои навыки. Тем более, Вась, у нас с тобой есть проект, как я уже сказал, Краснобелые регионы, которые мы сейчас пока не снимали. Припарковали. Припарковали, но скоро уже на драйв поставим, на драйв спорт. И поедем в регион, напишите в комментариях, посмотрите по подсказке ещё раз формат Краснобелые регионы. Куда нам надо поехать, снять Краснобелые регионы? В ближайшее время, и мы туда с тобой обязательно поехали. Лето, братан, конечно, мы туда поедем. Может быть, Краснобелые Багамы? Багамы-мамы, если только. Может быть. Народная команда медийная. Тут хотелось бы поинтересоваться, как активные фанаты относятся к этому явлению, как вообще, в принципе, медиафутбол, наличие там команды спартаковской, про-спартаковской, планируют ли ходить, что для вас это, там, новая площадка для каких-то своих возможностей. Один за всех, и все за одного! Один за всех, и все за одного! Спартак Москва! Ты не один, с тобою мы, мы победим! Спартак Москва! Спартак Москва! Там собраться вместе, пошлезить, отрепетировать заряды и так далее. Вот об этом давай. Ну, тут, наверное, важно подчеркнуть, так сказать, не за весь актив, даже сказать, в принципе, про всю фанатскую общественность, да, то есть, квота билетов порядка тысячи, двух тысяч, точнее, да, там, за сутки, там, практически 50%, собственно, было реализовано, даже до каких-то серьезных масштабных объявлений. Мы сейчас говорим про матч 30 апреля, народная команда играет с Санкалом, с Градом, Медиа. Да, это играет народная команда, это важно, неважно, кто соперник. Вот, ну, как бы, это о многом говорит, что, да, там, половина билетов реализованы, ну, скажу честно, да, первые сутки, скажу честно, как бы, я думаю, такого мнения придерживаются всем, Медиа футбол достаточно такая специфичная, как бы, площадка, да, там, опять же, из-за, так сказать, истории предыдущих лет, кто, там, играл в первом сезоне, кто во втором, какие персонажи, ты, конечно, углубляясь, да, там, понимаешь, точнее, что народная команда вот дебютирует со дня на день в Медиа футболе, да, в Медиа футбольной лиге, ты понимаешь, что, действительно, это какой-то уже ФНЛ-3, наверное, я не знаю, там, ПФЛ. По уровню игры ты имеешь что-то? Наверное, по уровню участников, наверное, даже, вот, потому что очень много профессиональных футболистов тех или иных команд, да, даже, в принципе, взять Спартак, да, там, Рыжков, Баженов, Прудников, Шишкин вот появился недавно, там, главный, там, тренер батареи Печельников, Владимир. Я думаю, конечно, действительно, отношение будет фанатов меняться, ну, конечно... В лучшую сторону. Да, ну, хотел бы, вот, тут зависит, конечно, от результатов команды, от поведения, в первую очередь, соперников, потому что за поведение игроков народной команды, в принципе, все понятно, я думаю, что ожидать каких-то показушных, отрицательных, там, не знаю, тычков, падений не стоит ни от кого, я так, я, по крайней мере, надеюсь. Это просто очередная возможность у нас показать тот же контраст, который мог быть, ну, контраст между тем, что сейчас творится на стадионах страны, там, на открытии, там, на Динамо, не знаю, там, на всех, да, там, аренах, показать, да, контраст, где-то, возможно, как-то что-то реализовать. Плюс сама, как бы, идея народной команды, ну, как бы, я, так скажем, тоже слышал, знаком был с тем, что, как бы, когда это еще только планировалось, там, полгода назад... Оно же здесь планировалось, кстати. Знак, культовое место. Знаю, к сожалению, что чуть раньше заявиться не получился, наверное, и оно и к лучшему подготовить. Подготовились, я надеюсь, 30 апреля все покажет наша команда, да, как она играет. Серега, скажи, что Медиалибе ждет от вас, что вы можете дать этому явлению, потому что, даже читая в интернете комментарии, натыкаюсь на неоднозначное ожидание от народной команды. У людей, которые уже в комьюнити погружены. Слушай, ну, я главное хочу сказать для нашей аудитории, да, для наших братишек, что то, как воспринимают многие медиафутбол, это не совсем верно в каких-то моментах. Во-вторых, мы, как бы, полный инверсия, скорее всего, потому что такая концепция, да, ну, серьезная, ребята, да, серьезная в команде, то есть создавался ты все руками, там, нашими руками, там, Фрадри, да, в том числе. Поэтому мы не будем заниматься теми пакостями, да, к которым все привыкли, которые все видят. Но при этом Медиалибе ждет от нас, это, болельщиков. То есть они понимают, что фанаты Спартака сделали свой глюк, значит, это огромное количество болельщиков. Мы, конечно, понимаем, что всех не затащить, да, на медиафутболу, кому-то неинтересно, кому-то вызывает отвращение, да. Но сейчас мы должны четко понимать, что это некая такая ступень, во-первых, непростаивания для болельщиков. Здесь появилась новая площадка для того, чтобы можно прийти, поддержать своих пацанов, посмотреть там на Прудникова, Баженова, Шишкина, посреди своих пацанов с трибуны, собраться все вместе и пошизить. Каждому свое, никого не заставляем, да, там, и так далее. Просто, пацаны, поймите, что этот проект был создан, ну, по сути, вот, для души. Надеемся, что эта душа многим все-таки попадет в душу и в руки. Я понимаю, что этот выпуск выйдет до Анкала. Да, да, да. Может быть, какой-то инсайдик, да, чтобы люди посмотрели там же. Слушай, ну, я скажу такой инсайд, что, во-первых, мы еще сообщаемся с нашими игроками основного состава «Спардак Москва», молодыми, которые сами интересуются, как бы, нашей командой, хотят прийти и нас поддержать на этом матче. Возможно, даже с нами пошизить на секторе. Парни все готовы, заряжены. Последняя игра, там и пример. Делали красивую форму, которая, кстати, тоже инсайд скоро появится уже. Где-то на розыгрыше, где-то ее можно будет приобрести. То есть форма действительно очень красивая вышла. Поэтому готовимся, Вася. Ну, сам, понимаешь, волнительно, потому что, блин, ты заходишь в такую гигантскую волну, незнакомую абсолютно для нас. То есть мы там чужаки с тобой. Будем биться, будем бороться, будем доказывать, что пацанов там ром в сердце, народная команда на груди. Это не просто слова, не просто так. Все зависит, так скажем, от самодачи каждого игрока, каждого человека, который находится в структуре. И от тебя, в том числе, что ты решил стать отзывом. Стараюсь, стараюсь. Поэтому парня, блин, следите, подписывайтесь на соцсети народной команды и забивайте подписанный клиник фанатов, потому что мы будем периодически освещать какую-то интересную фанатскую часть, если она будет. Правильно я говорю? Ну, конечно. Еще и ты ведущий, все и ты ведущий. Между регионами, конечно. Да, да, между регионами будем еще показывать вам медиафутболь. Потом, Вась, как-то так, я не знаю, что будет. Ну, еще у меня, знаешь, остался такой вопрос. Команда Георгия Джики и Александра Соболева играет в МФЛ тоже, да? Команда называется Беги. Для вас это будет принципиальное противостояние или какой-то, наоборот, такой дружеский? Слушай, Джики Соболев, там же еще у них Андрей Ещенко. За них как-то зимой играл Квинси Промис. Есть, раз у нас сегодня с тобой такая инсайдерская тема. Есть информация, что народная команда на 99,9% может провести свой матч на открытии арены, особенно Спартак. Поэтому это должна быть интересная Спартаковская тема. Это будет заключительный курь, как бы грибового этапа, а-ля грибового этапа. Это будет интересный финал этого первого раунда, где стадион Спартак может снова стать с болельщиками, хотя бы на один день. И туда же, туда же, помимо Соболева, Джики и там Ещенко, могут еще плететь, просит ребят, не сыграть этот матч. Загадками эти медиафутболисты говорят. Слушай, нет, ну тут нельзя сейчас все вываливать. Договорились, договорились. А вы поставьте лайк, если хотите, чтобы народная сыграла на открытии, которое мне кажется будет интереснее. Шестой тур, игра с BBD, это команда Георгия Джики и Александра Соболева. Ходят слухи, что возможно проведение на открытии арене, на нашем домашнем стадионе. Как думаешь, реально ли подсобрать прям такой хороший плотный состав на эту игру? Я только сейчас услышал, правда, от себя эту новость. Кто-то тоже, может быть, узнал только что, то есть возможность вернуться. Я думаю, что, да, люди, наверное, соскучатся по родным стенам, по родному стадиону. Как минимум из-за того, что это стадион «Спартак», на котором мы видели как минимум одно чемпионство. Мы видели ряд серебряных, бронзовых медалей, да, там, тот стадион, на котором, ну, блин, наше родное стадион. Домой, просто ты приходишь домой. Да, это, конечно, я думаю, многие захотят вернуться даже, не интересуясь. Не ради, там, условно, игра медиа в футбол, да, а в целом просто возможность посетить свой родной дом, который тебе запретили сейчас посещать. Да, потому что взять, вспоминая, там, матчи сборной, в отборе на Евро-2016 или даже, слушай, даже взять не спортивные мероприятия, различные концерты. Всегда на «Спартак», ну, где он «Спартак» всегда был забит полностью. И, ну, просто порой, там, листаешь, там, ленту социальных сетей, ты видишь, там, знакомые лица, хотя ты думаешь, блин, чувак, ты даже не слушал, там, эти песни, эту музыку, как ты сюда пришел. Ну, так или иначе, людей будет тянуть всегда. Это как, я не знаю, там, прийти в старый знакомый бар, там, в какой-нибудь старый, там, двор, в котором ты там провел много-много времени, да, своего, да, когда-то. Так, еще следующее, что, как бы, ну, народная команда, это не единственная команда, сделанная, составленная из болельщиков «Спартака», искренне рубящихся за ром, да, там, болеющих, играющих. Есть еще одна… Не случайно здесь мяч рыбийный лежит долгое время. Еще одна. Еще одна. Давай тогда по порядку. 30 апреля матч народной команды. Давай так, давай раз по порядку мы идем, начнем с 20… Вообще, красно-белые выходные, на самом деле, полностью. Давай. 29 апреля в субботу играет флорбольная команда, но скоро вы увидите тоже Афи. Флорбольная команда. Да, если вы не знали, «Спартак» даже там представлен. Играют, кстати, за победу в кубке, в кубке Москвы. Вот, это в первую очередь. 30 апреля, соответственно, народная команда. Соответственно, да, там, 30 апреля это народная команда, дебют в медиафутбольной лиге. И 1 мая, первый, первый домашний матч. Рыбийные команды высшей лиги, лиги страны. Играют в сборной Санкт-Петербурга. Играют в сборной выставляют. Вот, так же там. Все так же играют наши парни полностью. 100% состав. Без единого спортика. Все исключительно. Они сами по себе спортики. Они уже ставшие, да, душой и сердцем. Такая же народная команда под названием «Спартак», которую уже там более 5 лет, уже практически 6. И так же путешествующие по городам. И не забывающие, что это поддержка команды на домашних, выездных матчах, когда это есть. Ну, во всех видах спорта. Мы должны также быть в командном стадионе, на стадионе «Слава», находящемся на Слободске, в 14.00, 1 мая. Приходите все, поддержка будет замечательная. Нужно забить полностью трибуну. И на скоте «Спартак» должен взять реванш за поражение на выезде в Санкт-Петербурге в начале апреля. Надеюсь, это была такая первоапрельская шутка, которую мы сейчас сможем опровергнуть. «Спартак» возьмет реванш, и мы в этом, конечно же, поможем нашей команде. И завершающий вопрос, конечно, больная для всех тема. Понайди последние какие-то послабления, что-то про детей, что-то про недоходы в МФЦ и так далее. В целом, что правительство этим вопросом серьезно озадачено. Ты как думаешь, реально это может способствовать тому, что в ближайшее время будет какая-то либо отмена закона, либо какая-то заморозка закона, либо перенос на международные матчи сборной, которых мы там не увидим еще в ближайшие много-много лет. Я очень рассчитываю, очень надеюсь, что люди, которые все это придумали, поймут ту абсурдность и неуместность этого закона и вернут все на круги своя. Пусть оставляют на сборной. Если им так уж прям очень нужно, и выделили уже бюджет под все это, и им надо вот что-то вот сделать, то я очень рассчитываю, что на матчи в футбольной лиге нашей, премьер-лиге, они все это уберут. И я очень рассчитываю, что со следующего сезона, ну хоть какой-то просвет должен начинаться. Сейчас потому что это только разговоры вот эти вот там, кто-то там где-то встречался, с кем-то обсуждали, повозили. Не знаю, есть ли в этом какой-то вообще толк и смысл. Поэтому буду надеяться, что на следующем сезоне будет уже более прозрачно все и понятно. Ну а пока у нас 30 апреля народная команда играет. 1 мая играет ригбийный Спартак. На славе. Студен славы, да. Ребята, в общем, все анонсы будут внутри, внизу. Приходите, поддерживайте. Ну а на следующий уикенд уже что-то новенькое запишем и подскажем, где следить, где искать, где болеть. Миш, тебе спасибо. Спасибо, Вася. Очень рад видеть тебя. Взаимно. Увидимся на трибунах. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за всеми новостями красно-белой движухи. Обязательно приходите в «Свинью и розу» смотреть футбол, потому что фанайди мы не делаем. Мы смотрим футбол в барах пока что, но скоро обязательно на стену вернемся, когда этот нелепый закон отменится. Следите за народной командой, все ссылки будут в описании. И огромное спасибо Анне Юрьевне, что предоставила нам сегодня возможность вот здесь вот такой шикарный ролик снимать. Передаю ей мяч и закрываю камеру. Продолжение следует... Продолжение следует...